Раскраиваю костюм для постоянной заказчицы, пиджак, юбку. Сегодня мастерская Анны в просторном помещении и работает с ней 4 помощницы. А 8 лет назад, когда только-только начинали запускать предприятие по пошиву и ремонту одежды, было совсем не так. Снимали комнатку небольшую, буквально 10 квадратов. Там были у нас пластмассовые обычные машинки, вот с чего мы начинали. Стартовый капитал, говорит Анна, были 50 тысяч рублей родительских сбережений. Купила немного тканей, чуть-чуть фурнитуры и самый минимум ниток. Сами нарисовали вывеску и пошли первые заказы. Хорошей рекламой новому ателье послужило так называемое сарафанное радио. И, как говорит Швея, народ потянулся. Уже не справлялись с работой. Нужны были специалисты определенные с меховыми изделиями. То есть и сами опыта набирались. И кто-то учил, приходили мастера, которые нас обучали. Затем заняли более просторное помещение. Установили раскроенный стол, купили специализированные швейные машины и расширили спектр услуг. А в прошлом году Анна сделала заявку на материальную поддержку малого предпринимательства. Получила одобрение и снова занялись обновлением мастерской. Мы получили 50 тысяч. Я приобрела машинку для тяжелых материалов, обрезку по синтепону и раскройный профессиональный сабельный нож. Ремонтирует в ателье Анны всю одежду. От легких платьев до зимних пальто и шуб. Заказов на индивидуальный пошив тоже хватает, говорит девушка. А чтобы не терять клиентов, работают без выходных и праздников. Анна даже после рождения сына вскоре вернулась на предприятие. В декрете не сидела. Тоже работала постоянно. Сын мой с четырех месяцев со мной тут был. Шьет, да? Да, вырос. По образованию Анна модельер-конструктор, но умеет все от раскроя до пошива. Для своих детей придумывает оригинальные модели и шьет их. Всегда готова подсказать клиенту, как лучше и интереснее отремонтировать наряд. А увлеклась шитьем она еще в детстве. У меня было 13 барби-кукол. Я с ними не играла, по сути, только вот я их выстраивала в очередь и шила им одежду. Туфельки шила даже, помню, платьишки. Бабушка Анны работала на швейной фабрике. Мама тоже швея. Анна модельер и работодатель четырех мастеров. Кстати, умеет девушка не только конструировать, но и создавать благоприятную обстановку в коллективе. Нормальная девушка, нормальный начальник. Мы нормальный, дружный коллектив. Очень даже нравится. Здесь у нас четыре человека всего лишь. Мы друг с другом работаем, помогаем друг другу. Своё ателье Анна считает стабильным и востребованным. А главная причина развития и расширения – это желание и умение работать. Зинаида Мельникова, Андрей Новоселов. Специально для проекта «Область в лицах». Редактор субтитров А.Семкин